всем привет добро пожаловать на нашу кухню сегодня готовим по т.п. это французское блюдо и мы когда были в париже мы пробовали самые разные пт самых продают магазинах типа кулинарии нашей или на рынках можно купить прямо домашние деревенские сразу хочу сказать что не надо это путать с нашим паштетом который во первых обязательно очень мелко перемалывается в основном отвариваются продукты вот здесь как раз не совсем так во первых это запекается во вторых обычно это делается с какими-нибудь кусочками или мясо или грибочков или еще чего-нибудь и подается обычно холодным нарезая да вот он нарезается такие на такие порции и вот так его подают и вот мы сегодня предлагаю вам попробовать вариант который мы сами придумали причем самый простой мы возьмем обычный фарш и для этих кусочков добавим туда вот немножко ветчины чтобы получилась такая красивая его структура а в последующем я вам обещаю что мы обязательно сделаем какой-нибудь пт такой крутой вот значит уже ну вот это для того чтобы просто проще было на первый раз сделать значит что здесь у нас есть значит здесь 700 грамм мяса примерно две трети это куриный фарш и одна треть это свинина ни в коем случае ничего мельче его не надо чем крупнее у вас фарш будет тем лучше где-то примерно 150 грамм ветчины которого я сейчас нарежу кусочками значит три белка ни в коем случае не желтки белки и вот эти некоторые другие ингредиенты нам нужны чтобы сделать его чтоб стянуть этот фарш чтобы он именно не разваливался вот был такой найти вот как как колбаса если такое сравнение подходит значит три белка мы используем здесь две ложки сверху панировочных сухарей сухари должны быть хорошего качества если не в магазине не очень сделайте сами значит здесь стакан сливок две ложки нужны будут кукурузного крахмала и дальше уже для вкуса значит что у меня здесь три зубочка чеснока половинка я только что смолола мускатного орешка и специи значит паприка орегано черный перец и каен ну куда без каена во французском блюде вот все что нам понадобится сейчас будем начинать нарежем ветчину я мог бы сразу это сделать но хочу показать на какие кусочки вот примерно на такие не надо очень мелкие ну вот сейчас я нарежу в длину и потом такими квадратиками сейчас я вам покажу и вот так сыпал нашу ветчину сюда и сейчас начнем это перемешивать добавляем чесночок добавляем белки и вливаем сливки теперь наша задача это как можно лучше перемешать причем у нас нет задачи чтобы сделать это совершенно там каким-то гомогенным просто чтобы все равномерно у нас перемешалось и кстати сразу можем начинать это дело солить естественно все вот эти добавки связанные с нашим загустения мы будем регулировать потом потом в зависимости от того какой получился фарш фарш должен получиться туговатый не то чтобы как резина но такой хорошо тугой вот сейчас я это все размешаю и пойдем дальше вот я перемешал и по ходу дела кстати говоря и вот я солю это естественно мы все это будем пробовать я не боюсь пробовать сырой фарш теперь пришла нам пришло время добавить наши сухари и крахмал вот я чувствую уже что фарш у меня жидкий но такой уже вроде как не такой сильно жидкий поэтому я добавлю крахмала не две полных ложки как я планировал а немножко меньше вот скажем вот так вот и теперь все это снова я должен хорошо перемешать но теперь я уже могу добавлять и по и специи так что давайте их сразу и добавим значит вот я добавляю паприку орегано черный перчик и немножечко моего любимого и моей жены не очень любимого каенчика вот примерно так да и ну и конечно не забудем про наш мускатный орехи снова перемешиваем вот наш фарш должен вам сказать что с первого раза вот как раз ничего не пришлось добавлять так что вот те ингредиенты которые я указал их и надо использовать вот посмотрите какой он получается консистенции вот такой я сейчас мы это помещаем нашу форму значит ее мы смазали оливковым маслом и теми же самыми сухариками и теперь все это отправляем сюда вот я разровнял все это ложечкой с холодной водичкой чтобы было ровно и красиво выглядело и и запекать мы будем не накрывая мы хотим чтобы у нас корочка сверху такая образовалась нарядная вот и как я уже сказал 180 цельсия на 40 минут прошло ровно 40 минут вот я заходит идеально он такой вот плотненький у нас получился давайте еще вот ножичком ткнем ну прекрасно я считаю что больше ни одной минуты держать его не надо что мы сейчас должны сделать мы должны дать ему ну почти полностью остыть по идее если вы хотите можно подавать его горячим но честно говоря эти вещи по большей части подают холодными или хотя бы остывшими вот это мы сейчас и делаем и потом покажем еще раз споты остыл вот он во время остывания немножко как бы ужался сократился и просто идеально сначала я его вывалил на доску а потом вот так на это блюдо сейчас покажем вам как он режется будет резаться можете мне поверить просто как масло вот такая красота получается давайте еще отрежем и сейчас мы вам покажем как новую мы его будем подавать вот поближе покажу и сейчас покажем вам сервированные вот наш патте тарелки очень хорошо подавать с хреном вот у нас тут хренок свежий базилик маленькие помидорки поверьте это очень очень вкусно и вот если вы присмотритесь то хорошо видны вот эти крапления ветчины но в следующий раз мы уже будем делать что-нибудь посложнее и в тоже с разными вкраплениями следите заходите на наш канал нас время появляются новые рецепты приятного аппетита и пока